здравствуйте друзья это канал веселый инженер канал посвященный металлообработки и всем производственным процессом которые происходят машиностроение и не только а сегодняшняя тема как запрессовать подшипник основные приемы и всегда ли вам понадобится приезда всегда ли нужен пресс а также дам несколько рекомендаций которые помогут оставить ваш подшипник в целости и сохранности и так поехали как происходит очень часто естественно чаще всего подшипник люди думают что достаточно просто поставить подшипник ударить по нему молотком и в крайнем случае положить какую-то деревяшку и его запрессовать да иногда как говорят в полевых условиях такие способы помогают восстановить работоспособность механизма но как показывает практика такие механизмы работают достаточно недолго и это можно сказать экстренный вариант восстановления какие же приемы механической запрессовки существуют так сказать официально первым с помощью оправки и ручного пресса вот так вот выглядит ручной пресс установленным на нее на него оправка вот так он выглядит в живую какая же последовательность действий нужно сделать какую последовательность действий чтобы запрессовать подшипник на стол ручного пресса устанавливают сборочный узел и фиксируется вот он сборочный узел то есть какая-то ведь в данном случае шестерня выходит вал и на вал напрессовывается подшипник с помощью нажатия на рычаг пресса производится запрессовка естественно прикладывается усилием и производится запрессовка с помощью вот этой вот великолепной оправки запрессовка до упора вторит сопрягаемый деталью то есть производится запрессовка бывает здесь устанавливается оправка и бывает на прессе уже специальный какой-то такой есть какое-то приспособление установлено если это более-менее серийное производство и там уже запрессовывают люди так сказать без установки дополнительной технологической оснастки с помощью стакана и переходного кольца вот такая вот схема и давайте рассмотрим последовательность действий на стол устанавливают сборочный узел и фиксируется вот наш какой-то сборочный узел возможно это корпусная деталь здесь прессуется либо на вал либо в корпус не совсем понятно устанавливается переходное технологическое кольцо как увидите вот здесь установлено кольцо до технологическая она ложится на подшипник весь он практически покрывает целиком и захватывая как вы видите наружное и внутреннее кольцо покрывает на него на кольцо ставится оправка для запрессовки вот такая вот оправка которую называют еще просто стакан металлический устанавливается уже на переходное кольцо к оправке прилагается усилие пресса чаще гидравлического то есть усилия прилагается сверху и подшипник запрессовывается на нужную нам глубину и так следующее это запрессовка с помощью ручной оправочки чем-то похоже на предыдущий вариант но есть определенные особенности и так последовательность действий установите зафиксировать детально под запрессовку да то есть установили в данном случае мы установили вот эту деталь куда она имеет выходной вал имеет такую корпус далее устанавливается технологическая оправка на поверхность подшипника в чем отличие там мы ложили переходное кольцо и был такой вот большой стакан да потому что он устанавливался и сверху давил пресс здесь как вы видите есть за что взяться рукой до специальная насечка и уже ваша оправочка она имеет видите такую вытачку и устанавливается она на наружное и на внутреннее кольцо подшипника то есть это оправка уже для более серийного производства для определенных диаметров подшипников к другому вы не примените к оправке прилагать усилия ударное или плавное давление пресса зависит от конструкции оправки то есть такая вот общая правка может используется как на прессе но на прессе такого плана используется не будет пошли здесь надо ровная что была поверхность и опять же руками держать нельзя все что прессуется потому что мало ли что вас он такие вот оправки используются для направления либо в крайних случаях для запрессовки подшипников каких-то таких условиях не можно сказать не производственных обычно оправки вот такие вот имеются различных диаметров под стандартные размеры подшипников и так с помощью гаечного устройства ну вы наверно часто видели такие устройства на автосервисах очень частенько используют при замене ступичных подшипников и так далее последовательность действий установить и зафиксировать деталь под запрессовку с предварительно наживленным подшипником то есть подшипник предварительно наживляется чтобы задать ему направление уже на деталь на котором будет запрессован далее устанавливается технологические переходное кольцо видите она ставится технологическое кольцо на внутреннее кольцо подшипника устанавливаем гаечный механизм сверху он накручивается на технологическую гайку начинаем вращение гаечного механизма и производим запрессовку подшипника то есть вы вращаетесь подши прощаете она приспособление само гаечное устройство опускается вниз давит на кольцо кольцо давит на подшипники и он запрессовывается на необходимую нам глубину и так как же сделать все правильно чтобы ваш подшипник был запрессован и к этому же не получился вот такой вот вариант который видите бывает что рассыпается подшипник ломается но хорошо если это происходит при запрессовке вернее не очень хорошо но все-таки лучше когда уже узел будет собран и он развалится внутри при запрессовке используется только специальный инструмент оправки и приспособления и так далее любые самоделки это конечно хорошо но это все под вашу личную ответственность при направлении подшипников корпус или навал используется молотки и оправки с насадками из мягкого металла бронза латунь и другие материалы есть сейчас уже такие типа пластиковые материалы капроновые да то есть используются чтобы исключить как вы видите здесь вот был видно удар по внутреннему кольцу да и откололся кусочек кольца такой подшипник уже использовать в работе не рекомендуется не следует применять таких способов монтажа подшипников при которых усилие запрессовки может передаваться на тела качели или сепаратор это очень страшный вариант когда разрушается или деформируется сепаратор такой подшипник обречен на разрушение также если какой-то роликовый подшипник могут быть повреждены ролики и за это соответственно как минимум приведет к неравномерному износу подшипника и снизит намного его продолжительность работы необходимо следить чтобы подшипник был установлен до упора в турист детали на или в которую он монтируется то есть либо навала либо в корпус детали он устанавливается до упора если вы установите не до упора то подшипник может не совсем правильно выполнять свои функции впоследствии начать так как называемо гулять по детали но это конечно бывает не часто но все же почему делать такие технологические вытачки чтобы он не носил не на радиус допустим не дай бог такой подшипник не провалился до либо такой подшипник должен сесть плотно на туриста да это будет обеспечивать его долговечность и надежность работы на этом все друзья если было интересно ставьте лайк подписывайтесь на канал не забывайте делиться с друзьями ждите новых видео я по-прежнему стараюсь пока пока а